Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я снова ходила к врачу. Мне выдали бумажку по, блин, межличностному общению, короче. Пятый материал, то есть тут ещё какие-то материалы должны быть. Это дополнение к предыдущей бумажке. Завтра я должна идти на групповую терапию. На групповую терапию посмотрим, что будет. Мне кажется, меня там все задолбают. Вот, сегодня, кстати, в стационаре была вкусная картошечка с сельдереем и луком, и курочкой, и супчик был. Но я только картошечку съела с курочкой. Вот, давайте посмотрим, что у нас в этой бумажке. Аббревиатура сразу у нас идёт Попроси. Как получить то, чего вы хотите? Попроси. Перечисли факты, опиши свои отношения, попроси, что хочешь, расскажи, чем это хорошо, обсуди варианты, стой на своём, изобрази уверенность. Первое. Точно опишите человеку ситуацию, на которую вы реагируете, держитесь в пределах фактов. Они помогают собеседнику понять, о чём именно пойдёт речь. К тому же с фактами сложнее спорить. Не путайте факты с чувствами и отношениями. И избегайте обобщения. Всегда, никогда. Ты сказал мне, что будешь дома к ужину, но тебя не было до 11 часов. Я ужинаю вообще в час ночи. Опишите своё отношение. Вырази свои чувства и мнения относительно ситуации. Помните, другие люди не знают и не могут знать, что у вас внутри. Используйте «я сообщение», говорите «я хочу» или «я не хочу». Вместо «ты должен» или «ты не должен». Кстати, вот полезная бумажка. Видимо, эта бумажка будет полезной. Когда ты приходишь так поздно, я начинаю волноваться, что с тобой могло что-то случиться. Попросите, чего хотите. Короче, то, что хотите. Понятно, попросите или чётко скажите «нет». Опишите желаемое как можно конкретнее. Не ожидайте, что другие догадаются о том, что вам нужно. Помните, другие люди не умеют читать ваши мысли. Я бы действительно была рада, если бы ты звонил мне, когда собираешься задержаться. Расскажите, чем это хорошо. Расскажите собеседнику, чем хорошо для него сделать так, как вы хотите. Если необходимо, также проясните негативные последствия, если вы не получите то, в чём нуждаетесь. Наши вечера проходили бы намного приятнее, если бы ты делал это. Не забудьте также вознаградить желаемое поведение после того, как получите желаемое. Это похоже на дрессировку собак. Обсуди варианты. Обсуждайте разные варианты. Будьте готовы отдавать, чтобы получить. Попросите собеседника предложить свои решения. Уменьшите свои требования. Торгуйте. Скажите «нет», но предложите сделать что-то другое. Делайте то, что работает. Как насчёт того, чтобы ты писал смс, когда думаешь, что можешь задержаться? Передавайте инициативу. Попросите собеседника предложить свои решения. Как ты сам думаешь, как мы могли бы решить эту проблему? Я не могу или не хочу просто перестать волноваться за тебя. Стойте на своём. Помните о своей цели. Сохраняйте свою позицию. Не отвлекайтесь. Не переключайтесь на другие темы. Заезженная пластинка. Повторяйте просьбу, отказ снова и снова. Просто повторяйте одно и то же много раз. Игнорируйте атаки. Если другой человек обвиняет, угрожает или пытается поменять тему разговора, просто игнорируйте это и продолжайте гнуть свою линию. Я всё-таки хотела бы, чтобы ты звонил или писал о том, что задерживаешься. Я, кстати, вам, может быть, расскажу парочку таких историй, когда вот это вот всё вообще не работает. Когда человек настолько не хочет, типа, принимать то, что ты не часть этого вот человека, что просто тебя игнорируют. Это, кстати говоря, относится к родителям в основном, потому что именно родители почему-то не хотят признавать то, что ребёнок может вырасти. Так, изобрази уверенность. Изобрази уверенность. Изобразите уверенность. Совершенно не обязательно её чувствовать, достаточно просто изобразить. Я изобразить то, что я спокойно не могу. Какая уверенность. Выглядите эффективно и компетентно. Смотрите в глаза. Говорите не спешай, достаточно громко. Стойте прямо. Не шепчите, не смотрите в пол. Не переминайтесь с ноги на ногу. Не говорите, я не уверена. Опять же, что-то из этого сработает, что-то из этого не сработает. Если человек слишком уверен в том, что он прав, это вряд ли сработает. Может не сработать с родителями, если вам, типа, меньше 18. Или если ваши родители не относятся к вам, как к другому человеку, типа, к личности. Они будут это игнорировать. Всё-таки рекомендую попробовать. Потому что мало ли что. Сработать может. Теперь я вам расскажу про таблетки, которые мне выписали. Выписали мне, в принципе, всё то же самое. Но, наконец-то, добавили антидепрессанты. Потому что мы сегодня обсудили с психологом одну личную для меня тему. И она сказала, что мы над ней будем работать. Что мы должны следствие и связь разорвать. Следствие это то, почему я себя плохо чувствую. И вот связь с этой темой. И, короче говоря, мне выписали, да. Антидепрессанты, венлофоксар. Завтра схожу на групповую терапию, возможно, тоже что-нибудь расскажу. Но, скорее всего, на следующей неделе видео выйдет позже. Потому что... Потому что что? Но, когда я не снимаю видео, меня лучше смотрят. В связи с этим, в связи с этим, я хочу попросить вас, чтобы вы репостнули куда-нибудь. Не обязательно это видео. Можете клип репостнуть какой-нибудь. Можете другое видео репостнуть какое-нибудь. Ну, репостните. Напомнить о том, что у меня есть бу... Бусти. Бупси. Бупси тоже есть. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм, в который я закидываю периодически всякие мысли. Не только мысли. Там еще есть мемы. Там еще есть анонсы стримов. И все прочее. Потому что телега это реально удобно, как оказалось. Подписывайтесь на канал. Лайки ставьте, что ли. И на бонусную историю про детский сад расскажу, как я не любила детский сад. Для тех, кто досмотрел, не выключил. Хотя все, скорее всего, выключили уже. Ну ладно, для тех, кто не выключил, бонусная история про детский сад. Короче, даже две. Во-первых, я один раз чуть не сбежала из детского сада, потому что у нас в заборе была дыра. Да, если я вижу дыру, я иду прямо в нее. Прямо в дыру. Я, короче, побежала в эту дыру. И подумала, что, ну, типа, сейчас убегу и все. А у воспитательницы, даже несмотря на ее преклонный возраст, ноги-то длиннее. Если ноги длиннее, значит человек быстрее. Все, она меня поймала. Я там заплакала. А потом заплакала, короче, другая девочка. Я дала спой на свой платок, она у него высморкалась. Я его брезгливо положила в карман. И знаете что? Знаете что? Я нашла его только в конце школы, короче. Когда я школу закончила, я нашла этот платок. И такая, блядь. Зачем? Это значит что? Это значит, что когда я была в детском саду, мои карманы не проверяли. Иначе нашли бы там зажигалку. А у меня была зажигалка в детском саду. Потому что я хотела собирать бычки и курить их. Но мне это не удалось, потому что в детском саду там как-то не особо... Да, дети до меня все бычки уже докурили. Да. И еще одна история, это про то, как я просунула голову между прутьев. У нас было два детских садика. Типа один, где детей оставляли на ночь. Но типа они там днем тусячат и ночью тусячат. Ну это не детский дом, ну ты чего? Детский сад понтовый какой-то был. Я как-то раз думала туда пролезть, просунула голову. Вроде пролезаю. А потом оказалось, что не пролезаю. Я попыталась вытащить голову, но она не вытаскивается. У меня, блядь, уши застряли. Может с тех пор я лопоухая? С тех пор, блядь, я лопоухая, да. А это, между прочим, признак успешности. Так, по крайней мере, говорят. Какая-то женщина в интернете сказала, что это признак успешности. Вот. Я успешна. Так я историю-то не дорассказала. Я же чё? Я ушами вот так вот застряла, такая оп-оп, а голова не пролезает. Я, короче, себе уши сзади содрала, но пролезла обратно. Вот. И как раз это время гулять закончилось. Это лето, благо, было. Если бы была зима, я вообще, наверное, там бы охренела. Я бы там примерзла. Ой, у нас там вообще много так историй было из детского сада. Я могу их рассказывать, наверное, целое видео. Давайте так, если вы хотите слышать истории из детского сада. Они, правда, коротенькие, но зато их будет много. Там ещё очень глупые истории есть. У нас там ещё, между прочим, в детском саду был бассейн с мячиками. Но нас туда не пускали. Нам говорили, что мы травмируемся и давали нам деревянные кубики. Вот, а ещё я из детского сада, знаешь, что сделала? Я стащила фишечку с кошечкой из лото, которая один-один, знаешь? Ну, типа, рыба. А потом детский сад снесли. Вот, короче, если вы хотите истории про детский сад, пишите об этом в комментариях. И следующее видео будет по историям из детского сада. А потом снова про больничку. Какая странная у меня жизнь непонятная. Сдохнуть бы поскорее. И на этом всё. Да. Опять же, пожалуйста, комментируйте. Это полезно для статистики. Делитесь видосами. Пишите свои истории, в конце концов, в комментарии. Мы их тоже будем озвучивать, как только наберётся. У нас есть одна история про лунатизм. Даже две. Но их слишком мало. Наберётся хотя бы, там, ну, историй 5-10. Мы тогда снимем видео по истории. Мы их прочитаем. Мы укажем авторство. Ваше. Понимаете? Давайте, пожалуйста, пишите. Пишите в комментарии. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня, ночи и вечера. Всем удачи и всем пока!